Небольшая заметка в одном из местных интернет-изданий под заголовком «Одесса» в областной государственной администрации одобрили строительство 27-метрового отеля на Приморском бульваре. Дальше пояснение. Консультационный совет по охране культурного наследия при Одесской областной государственной администрации одобрил проект реконструкции дворца моряков на Приморском бульваре под отель «Рэддисон». За это решение проголосовало 12 из 17 членов совета. Но еще добавлю детали. Согласно проекту от дворца моряков останется лишь фасадное здание. Все перестроят, приспособив под отель. В частности, будут снесены внутри дворовые постройки, появившиеся в середине 20 века. Правда, эти самые постройки считаются частью общего комплекса дворца и поэтому имеют статус памятника архитектуры. Члены консультационного совета большинством голосов поддержали предложение обратиться в Минкульт с просьбой лишить их такого статуса. Справедливости ради отмечу, что ранее такой же консультационный совет при Одесской мэрии тоже не возражал против в будущей перестройке дворца моряков под гостиницу. Вообще-то сеть отелей Redison одна из самых известных в мире. И вроде бы надо считать за честь ее присутствия в Одессе, но есть вопросы. На пятачке у Приморского бульвара, кроме гостиницы Лондонская, совсем недавно возникло еще два отеля. А если встать спиной к Дюку и посмотреть в сторону морского вокзала, то увидим и многоэтажную Одессу, ранее названную Одесса Кимпински. От мэрии идем вниз по Пушкинской в сторону железнодорожного вокзала и уже через квартал натыкаемся на очередную гостиницу, не говоря уже о Бристоле, расположенном чуть ниже. Количество отелей, возведенных в Южной Пальмире за последние несколько лет впечатляет, и все они, как правило, не ниже четырех звезд. Хотя кто их так классифицировал, остается тайной для постояльцев, но не для собственников. Судя по прошедшему курортному сезону, желающих провести отдых у моря в номерах, где цена за сутки выше ста долларов не так уж много. Пора привыкнуть, что Южную Пальмиру посещают не нефтяники и гостевщики из Сибири, а вполне бюджетный люд из областных центров и не только Украины. Тогда для кого возводят этот самый Рэдисон на Приморском Бульваре место исторического зала. И это при том, что в Эдессе не хватает театральных площадок для новых творческих коллективов, что утверждается переездом из бывшей чайной фабрики одного из популярных негосударственных театров. Мне скажут «собственник имеет право распоряжаться своим имуществом». Имеет. Но когда он покупал это имущество, то подписывал соответствующее обязательство. Может пора проверить первоначальные документы и отменить факт продажи по причине невыполнения срок инвестиционного проекта? И еще. Приведу слова большого русского писателя Даниила Гранина об Эдессе, которую он посетил через двадцать лет после первой встречи с городом, где его гидом был Константин Георгиевич Полстовский. Вторая встреча была в 1976 году, встреча с Эдессой. Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Эдессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили всю Эдессу. Лескость. Одессизм. Ее говор. Ее шутки. Ее обычаи. Ревнители однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Полстовского. Южноукраинская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным чужоземным. Такое, что этой практики придерживаются и в наши дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok